Что самое стыдное вы гуглили? Время от времени мне приходится открывать вкладку инкогнито, чтобы искать вещи по типу «Как кипятить воду?». Шаг первый. Нагрейте воду. Вы только что заставили меня вспомнить цитату «Некоторые люди настолько глупы, что они не могут пролить воду из обуви, даже если на дне будут написаны инструкции». Недавно я забыл, что такое венки, и я загуглил «рождественские круги», и это сработало. Я забыл, что слово «рецепт» существует, и искал в интернете субтитры пасты. Хотел зайти на сайт спортивных товаров «Дикс», поэтому я просто загуглил «Дикс». Это было на моем семейном компьютере, когда мне было лет 10. Мой отчим сделал то же самое однажды. Он был новичком в использовании интернета, и когда он ввел этот запрос, он успел понять, что именно выдаст браузер, а затем я услышал «Ой, дерьмо!». И он закрыл браузер, прежде чем я смог что-либо увидеть. У меня было много стыдных запросов в гугле, но они были только до того момента, как я узнал, что существует история браузера. Когда мне было примерно 13 или 14, я впервые решил загуглить фильмы для взрослых. Но весь прикол был в том, что я хотел найти девушек своего возраста. Да, я это гуглил на семейном компьютере, но меня никто так и не спалил. Да, я помню, как мой друг искал то же самое. Его отец занимался онлайн-безопасностью, поэтому, когда он увидел это, он был очень зол. Слава богу, я не единственный, кто делал подобные вещи. Мой глупый 14-летний мозг подумал, что если я смотрю на девушек моего возраста, то это вполне законно. Нет, это было абсолютно незаконно. К счастью, я так ничего и не нашел. Формула площади круга. Я учился на третьем курсе инженерного колледжа, и меня поразило, что я реально не знал этого. Высокооплачиваемая работа для людей, которые ненавидят математику. Я однажды гуглил что-то вроде «работа для людей, которые плохо работают с другими людьми». Разве я не могу просто сидеть где-то один, вводить данные и ни с кем не разговаривать? Примерно через неделю после рождения моей дочери, я на минуту запаниковала и загуглила, должен ли ребенок пить воду. Мне просто показалось, что она может отправиться на тот свет из-за обезвоживания. На прошлой неделе я узнал, что только несколько грамм воды могут отправить младенца на тот свет. Они настолько малы, что если они выпьют хоть немного воды, то в итоге воды в их организме будет больше, чем крови. Ввод слишком большого количества воды в их питании также очень плохо влияет на их здоровье. Что ж, эта история случилась в первые дни существования современного интернета. Тогда Yahoo была предпочтительной поисковой системой. Это было в 96-м или 97-м году. Мы были очень молодыми и наивными. Я работал журналистом и хотел найти статистику для статьи, которую я исследовал. Итак, на своем офисном компьютере я запустил новый браузер Netscape. Зашел в Yahoo и набрал «Беременность среди подростков». Результаты, которые я получил, не были результатами, которые я искал или ожидал. В этот день я получил много ценных уроков по использованию интернетом. Как бы неловко это ни казалось, автоматическое заполнение поисковой фразы показывает, что кто-то до тебя уже гуглил такой глупый вопрос. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал и чат. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Как открыть дверь? Я проснулся в доме моих друзей, когда они рано ушли на работу. И мне никак не удавалось открыть входную дверь. Я потратил на это примерно полчаса. Их кот, кстати, просто лежал и наблюдал за мной с дивана. Мне пришлось использовать гугл, чтобы выяснить, что все дело в замке. И поэтому все, что мне нужно было сделать, это открыть ее за дверную ручку. После этого я смог наконец-то выйти. Несколько лет назад я был на гей-параде и выпил там один вкусный напиток, но я не знал его названия. Будучи очень умным, я на работе начал гуглить «алкоголь для геев», а потом начал переходить по всяким ссылкам. То, что я увидел, было действительно ужасным мерзким зрелищем. Мне пришлось идти к руководителю, чтобы объяснить ему, что только что произошло. Это было очень унизительно. И я, кстати, так и не нашел тот напиток. Однажды, примерно в 2000 году, я со своей девушкой решили погуглить всякие странные вещи. В том числе и животных в фильмах для взрослых. Но мы просто начали гуглить все, что нам приходило в голову. И мы вообще не знали о том, что есть такое понятие, как история браузера. И из-за того, что мы посетили огромное количество таких сайтов, мы случайно скачали какой-то вирус на наш комп. Позже, когда наш компьютер начал жутко лагать, мы пригласили нашего друга, чтобы он помог нам починить все эти неполадки. Видели бы вы, каким его стали глаза, когда он увидел нашу историю поиска? Вам это может показаться чертовски странным, но я реально гуглил свой возраст. Однажды я сидел в комнате и смотрел телевизор. И мой мозг просто отключился до такой степени, что я даже не мог вспомнить, сколько мне лет. Я знал год своего рождения, но я даже не мог посчитать это в уме. Я чувствовал себя очень глупо. Как правильно целоваться? Я так волновался, когда я хотел поцеловаться со своим парнем, геем, что я просто отказался целоваться. К счастью, в следующий раз, когда мы встретились, мы уже быстро разобрались в этом и целовались в течение 15 минут подряд. Честно говоря, я понятия не имел, будет ли это отличаться от поцелуя с девушкой. Но я был настолько застенчив, что я просто не мог сосредоточиться на поцелуе. Я работал в штате Пенсильвания. Я работал в колл-центре. Пройдя тест на BuzzFeed, я узнал, какой мой любимый способ доставить удовольствие женщине. Тогда мне было 23 года. Мне выдало какое-то непонятное слово, которое я тогда не знал. И я решил погуглить это прямо на своем компьютере. Излишне говорить, что я очень быстро закрыл все вкладки, когда увидел, о чем шла речь. Я загуглил обезьянье лицо Опра. Я искал фотографии леди, на лицо которой напала шимпанзе, и впоследствии она была на шоу с Опрой. Это сработало именно так, как я и надеялся, без всякого российского содержания, на удивление. Кто не знает, Опра это американская телеведущая одноименного шоу, и у нее кожа темного цвета. Поэтому Google мог выдать крайне странные результаты на мой запрос. Извините, что я опоздал на вечеринку. Три года назад мы с друзьями обсуждали татуировки. Моя подруга фермер упомянула, что она хотела сделать татуировку мотыги, инструмента. Будучи глупым идиотом, я написал татуировка мотыги, по-английски how tattoo. И на первой странице, помимо того, что вы могли ожидать, также была татуировка лица Иисуса, где его серебряная борода полностью состояла из подмышечных волос какой-то женщины. То грустное лицо нашего милого лорда и спасителя теперь навсегда останется в моем мозгу. Google отправил мне предупреждение о поиске картинок из-за поиска жестокого контента. О нет, это не то, что вы подумали, Google Sun. Итак, манга, которую я читаю в данный момент, называется «Сделана в бездне». Это довольно мрачная манга, и у одного из персонажей, молодой девушки, нет рук, ног, глаз, челюсти и внутренностей. И поэтому она помещена в специальный портфель. Она еще подверглась действию какого-то эффекта, из-за которого ее тело постепенно сжигалось. Из-за этого она подвергалась страшным мукам. Персонажи пытаются спасти ее, но затем понимают, что уже слишком поздно, и ее тело просто исчезает. И они после этого начинают плакать и кричать. И после каждого следующего подобного случая используется мем, который говорит о том, что это норма в этом аниме. Однажды я проснулся после пьянки и увидел вкладку «Как завести друзей» в верхней части моего браузера. Я подумал, вау, я, наверное, вчера сильно пил, что мне стало настолько грустно. А затем я открыл вкладку и увидел то, что искал на самом деле. Я искал, как подружиться с лягушками. На моей работе были лягушки, так что, думаю, я хотел завести новых приятелей. Это было забавно, но немного грустно. Я не подружился ни с одной лягушкой, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Однажды я гуглил, как использовать Excel, когда я сдавал тест на пригодность для работы. Я все равно в нем никогда не работал после этого. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 10 тысяч лайков. Всего-то 10 тысяч лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok